Как человек, недавно впервые прошедший первого Ведьмака, я вам крайне советую это сделать тоже. Хотя есть парочка вещей, о которых вы должны знать перед этим. Поехали! Привет, ковбой! С вами Лойс Ребус и просто канал об играх. Сегодня я хочу обратиться к тем, кто является ньюфагом. Кто пришел во вселенную Ведьмака, как и я, с третьей части. Кто, скорее всего, не играл, а может быть даже ничего не знает про первую часть этой поистине легендарной серии игр. Сегодня я буду хвалить и ругать Ведьмака, а точнее ее первую часть, с которой и началось развитие игровой серии, которая в итоге подарила нам третью, незабываемую часть Ведьмака. Признаться честно, это моя не первая попытка играть первого Ведьмака. Я попробовал это делать еще на момент ее выхода, но игра меня тогда не впечатлила. Я плевался от боевки. Внутреннее убранство домов у меня грузилось посуточно. Я не имел ничего, что могло бы меня заставить играть дальше. Ведь на тот момент я ничего не знал ни о Геральте, ни о Ведьмаках в целом. Думаю, я не один такой. Но прошло время. Вышел третий Ведьмак. О том, насколько он хорош, я даже упоминать не буду. И появилось желание. Желание узнать об этой вселенной немного больше, чем нам дает просто третья часть. Пошли форумы, пошли какие-то гайды. Потом я пришел к книгам, первоначальным произведениям о Геральте, саге о Ведьмаке. А вот совсем недавно, примерно на Новый год, у меня появилось стойкое желание пройти первого Ведьмака. И я это сделал. И ни капли не жалею о проведенном в нем времени. Итак, давайте по порядку решать, стоит или не стоит играть в нее сейчас, если вы не играли в нее ранее. Первый Ведьмак, честно, конкретно, морально устарел. Это факт. То, к чему мы привыкли в современных играх, Ведьмаки отсутствуют. Начиная от форматов выстраивания диалогов и сюжета, заканчивая интерактивностью мира. Но не забывайте, игре 10 лет. В ее устаревании нет ничего удивительного. С другой стороны, у таких игр есть свой шарм. В игре сделан большой упор на сюжет, на моральный выбор и на серьезность происходящего. То есть, есть все то, что мы и так любим в третьем Ведьмаке. Если не обращать внимания на графику и геймплей, то по сути мы получаем большой дел цены третьего Ведьмака. В котором выбор, сделанный в самой первой главе, откликается нам аж четвертый. Более того, игра крайне насыщена отсылками к книгам. Так что, если вы их читали, но не играли в первого Ведьмака, вам будет приятно повторить некоторые приключения, описанные в книгах. Я уже молчу о раздираемом гражданской войной мире, о противостоянии рас, о крутых главных героях, о карточках, политике, катаблепасах и жутком клане диетологов. Все это вы познайте сами, если решитесь поиграть в эту игру. Но вам стоит также знать о реальных неоспоримых минусах, на которые не получится закрыть глаза и к которым привыкнуть будет довольно сложно. Из таких минусов я бы на самом деле выделил всего один. Я о боевой системе. Она тут ни на что не похожа. Это сложно описать, но тебе необходимо ударить противника, дождаться завершения приема и в определенный момент нажать на атаку еще раз. И так несколько раз, чтобы нанести максимальный урон. Сложно ли это? Ну, нет. Удобно ли это? Совершенно нет. Ломается ли эта система? О да, постоянно. Иногда ты не можешь бить противника вовсе. А когда прокачиваешь свой стиль фехтования на новый уровень, тебе приходится вновь привыкать к новым таймингам. То есть, ты вроде бы прокачался, но биться тебе стало-то сложнее. И я молчу о том, что стилей боя аж 6 по 3 на каждый из клинков. Бррр. В отличие от других минусов, которые ты встречаешь лишь периодически, обращаешь внимание, но забываешь, через 5 минут боевая система не дает тебе скучать и постоянно напоминает о себе. Я так и не привык к ней, и научился просто не обращать внимания. И сделал я это ради плюсов игры. Во-первых, это RPG. Ну, не совсем RPG, скорее приключения с элементами RPG. Но прокачка в игре есть, и она более-менее похожа на ту, что есть в третьем Ведьмаке. Также качаются знаки, фехтование и базовые параметры. Силы, ловкости, выносливости и интеллекта. Чего, кстати, нет во второй и третий частях. Игра большая, на её прохождение у меня ушло более 50 часов. Можно быстрее, но лично я никуда не спешил. В игре 5 глав, пролог и эпилог. Каждая глава позволяет посетить совершенно новые территории. Основная завязка связана с тем, что Кайр Морхен обокрали. И нам необходимо найти преступников и вернуть утраченные секреты. Казалось бы, но за обычной стражей стоит гораздо больше, чем можно было предположить изначально. Основной сюжет интересен и с очень эмоциональной развязкой. При этом сам основной сюжет невидимыми до определенного момента нитями переплетен с кучей сайд-квестов, на которые поначалу даже внимания не обращаешь. В итоге к концу игры складывается общее представление о ситуации и происходит маленький взрыв мозга. Признаться честно, с точки зрения основного сюжета, первый Ведьмак круче третьего. Хотя и не во всём. В сухом остатке мы получаем шикарную игру для своего времени. Но с высоким порогом вхождения, даже для своего времени, из-за нескольких крупных минусов. Но истинные фанаты её давно раскусили. Я люблю эту игру за атмосферу, но не мог в неё играть, пока поближе не познакомился с вселенной и не влюбился в неё по уши. Я советую вам попробовать в неё поиграть. Попробовать примириться с её минусами, и тогда вы получите воистину яркие впечатления от потрясающей игры. Для остальных же я могу порекомендовать посмотреть моё прохождение. Оно есть на канале. Также я планирую сделать своего рода небольшой пересказ сюжетной составляющей игры в своём коротком исполнении. Для тех, у кого нет 50 лишних часов, чтобы пройти или посмотреть игру. На этом у меня всё. Если вы ещё не играли в эту игру и собираетесь поиграть или согласны с моим мнением об игре, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал, не забывая включить уведомления с помощью колокольчика. Поделитесь своим мнением об игре и прохождении в комментариях под этим видео. Ну а мы с вами увидимся в новом ролике уже довольно скоро. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова